Славяне, прославьте Бога. Служил в Советской Армии, вместе с Украинцами, вместе с Русскими, вместе с Чеченцами, с Дагестанцами и с Прибалтами. И все мы были вместе, и все у нас было общее тогда. И сегодня моя тема о том, как славяне прославить Бога. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея. 24 глава, и 6 стиха прочитаем. И здесь наш Господь говорит нам. Также услышите о войнах и военных слухах. И смотрите, что Господь нам говорит. Когда мы услышим о войнах и военных слухах, Господь нам советует. Господь не советует. Смотрите. Да внимаваме. Да не се смуштаваме. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Обаче това не е свершекат. Иисус Христос нам советует не ужасяться. Не терять мира. Да не губим мир. Не терять Его благодать. Да не губим благодат тому. Можете со мной согласиться. Можете да се согласите с мен. Иисуса не смотря ни на что. Да будем близо до Иисуса вопреки всичку. Даже если будет это угрожать нашей жизни. Даже окуя угроза за наше живот. Потому что не бойтесь того, кто может тело ваше погубить. Но страшно, если душа пойдет в погибель. Вот это действительно страшно. Твана истина и страшно. Иисус Христос говорит, что это еще не конец. И дальше Он продолжает. Ибо восстанет народ на народ. И царство на царство. Будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Это только начало. Твое самое начало. Еще впереди будет и голод. Напрячь ты мой глад. И мор. Мор. И землетрясение по местам. И землетрясение. И все это только начало болезни. Иисус Христос, твое самое начало, то настрадание. И тогда буду предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это обращение к христианам. Мы будем ненавидимы в это последнее время. И нам важно быть к этому готовыми. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. И многие лжепорорки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшие же до конца спасется. Иисус Христос, вот в это последнее время, очень важно претерпеть все до конца. Скажи аминь. И потом Иисус Христос добавляет. И проповедована будет сей Евангелие Царствия во всей вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Аминь. И смотрите, что говорит нам наш Господь Иисус Христос. И как его не казал наш Господь. Вот мы слышим о войнах. Чуме за войне. Где-то по местам землетрясения. Някори по местам землетрясения. Где-то голод. Глад. В Африке, например. Например, в Африке. И в других странах. Или в других державе. Где-то мор. Ну, то есть люди просто умирают. И просто хорто умирать. Издыхают от каких-то болезней. Вот некаквей болисти. Иисус Христос добавляет, что это только начало. Иисус Христос добавляет, что это и само начало. Это еще не конец. Не свыршекат. А когда будет конец? А когда вот после всех вот этих катаклизмов. След всички тези катаклизми. Начнется мощнейшее пробуждение. Ще започне мощное пробуждение. И сие Евангелие Царство распространится до края земли. И Евангелието на Царство Небесное ще се распространит до края земли света. И тогда придет конец. Смотрите, как все очень просто. Колко е лесно всичко. Почему я сегодня об этом решил сказать? За что решил да споделят вас с вас днес? Потому что мы можем так сильно угнетаться в это время. За что-то можем толково сильно да се притесняваме в това время. И сказать себе, что конец пришел. И да се кажем, че душил краят. Мы не знаем, сколько мы проживем. Не знаем, колко ще живем. Может и по нам могут ударить, да? Может и вверху нас да ударят с ракетами. И так и Слово Божие говорит, никто не знает, когда умрет. И Божието Слово указывает, че никой не знает, кога ще умре. Что, Господи? Неужели это конец? И нема, Господи, това е краят. Но Иисус Христос говорит, это не конец. Обаче Иисус Христос сказал, че това не е и края. Это только начало болезни. Това е само началото на страдание. И нужно просто смириться под крепко руку Божьей. И треба просто да се смирим под Божьей ръка. И притерпеть все до конца. И да притерпим до края. И знаете ли, какво се случва с христианами? Мы сейчас проходим мощнейшую переплавку. Сега минаваме голямо причиствование. Золото огнем очищено. Злато, което се причиства с огонь. До тихор, пока в этом золоте не отразится образа Иисуса Христоса. Но те, кто притерпят до конца. Они понесут такое Евангелие. Это будут такие мощные евангелисти. Это будут такие мощные апостоли. Пастыры. Пророки. Что они понесут Евангелие до края земли. И никто. И ничто. Не сможет их остановить. Потому что сам Бог будет сопровождать их всякими знамениями. И чудесами. Первые апостолские времена вернутся. Первая любовь вернет. Первая любовь вернет. Мы хотим этого? Искам ли его? Так надо притерпеть. Трябва да устоим. Еще немного осталось. Още малко не остана. И сегодня я именно об этом. И днез за тоа ще говорим. Знаете, вот я открою еще одно место, Кое-то добре познавами. И оно написано во второй книге Паралипоминон. Двадцатая глава с двадцать первого стиха. Я только немножко прочту, чтобы напомнить. Вторая летопись. С двадцать первого стиха. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, мавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на иудеи, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и мавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончились с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюство, то и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Все погибли воины, которые вышли против Израиля. И как они погибли? Они начали по каким-то причинам непонятным воевать друг против друга. И вначале аммонитяне и мавитяне набросились на жителей горы Сеира. И вначале аммонитяне сихвырили вверху планината на Сир. И когда их уничтожили, начали истреблять друг друга. Те започнили да се избивают. И знаете, что-то нам это напоминает, правда? Вот, думаю, вот это произошло с язычниками, безбожниками. Но как Сатане удалось смешать в головах людей и сердцах людей, чтобы христиане воевали против христиан. И православные, чтобы воевали против православных. И славяне, чтобы воевали против славян. Возможно ли такое? Да, получается, что возможно, да? Получалось, что возможно. Но прославляют ли этим славяне нашего Бога? Вы знаете, у славян очень древняя история. Их история отслеживается где-то с 4 века. После Рождества Христова. Славяне, по-другому их называли склавяне. Или славяне. От думата Славяне. Они несли какое-то слово. Они говорили какое-то слово. Те са казвали някакво слово. И вчера читал этимологию слова славяне. И вчера четох значението на думата Славяне. И там выяснил для себя, от какого слова произошло слово немцы. И я был удивлен. От слова немой. От думата ням, нем. Немцы, они очень, по крайней мере в те времена, они были очень немногословны. Са били много молчаливи. Вот такая холодная нация. Доста студена нация. Истинские арийцы. Характер нордический. Северный, значит. Северный характер. И они в основном молчали. И основным смолчали. Молча воевали. Молча воевали. Молча воевали землю. Молча воевали зимой. Молча строили свои замки. А славяне, они отличались говорливостю. Славяне этися отличались приказливостю. И говорили они какое-то слово. И соговорили някакво слово. Логос. Логос. Они несли. Издревле славные люди. Еще есть одно. Jonathan. Вот в старые времена, сосвязывал, что от Чем-то они были славные. И вы знаете, потом славяне начали расширяться. И возникли восточные славяне. Если возникнули истучные славяне. Западные славяне. Северные славяне. Южные славяне. Одни славяне говорили на кириллице. Другие славяне говорили на латинице. И до сих пор. Пишут на латинице славяне. И другие славяне пишут на кириллице. От Кирилла и Мефодия пошло, да? Славян очень много. Но вы знаете, в какие-то века. Кто-то решил. Что какая-то нация может быть выше и лучше другой нации. И славянскую нацию отнесли. Такой второсортной. Славянская нация с ее отнесли к второсортной. Второй и третистепенной нации. Второй или третистепенной нации. Вы можете ознакомиться с псевдонаучным докладом Гибельса. Можете се запознать с один доклад. За славянской нацией. Что он считал, что эта нация мусор. То есть смятал, что твоя нация буклук. Которая, ну, как можно так сказать, она должна наследить уничтожение. Или максимально на что она может рассчитывать, это дешевая рабсила. На что фашисты и посигнули. То есть они начали уничтожать славянские нации. А те, которых они планировали оставить. Хотели загнать их просто в концлагеря. Для того, чтобы они просто. Бесплатно работали. За да работят бесплатно. Какие-то нации были на уничтожение. Някои нации трябва, что это ги уничтожат. Это еврейская нация. Еврейская нация. Цыганская нация. Цыганская нация. Мы все это прекрасно знаем. Знаем Гутова. Нам казалось, что эта история уже в прошлом. На нас не сестру, ваше читать здесь истории в минулу. Но вы знаете, история развивается вот под такой вот спирали. Обаче история-то се развивала по една спирала. Все события рано или поздно повторяются. И всички те события рано или късно все повторят. С определенной периодичностью. Я точно знаю, что последнее время. И се сигурно знам, че последнее время. Все чаще и чаще к власти приходят настоящие сатанисти. Просто настоящие сатанисти. Има открити сатанисти. Кои откровенно исповедуют и проповедуют сатана. Есть тайные сатанисти. Иллюминати. Масони. И так далее, и так далее. И они уже очень давно. И те много отдавна. Делают свои тайные и скрытные дела. И вы знаете, вы христики. И в политике ничего не изменилось. Они и по сей день считают славянскую нацию мусором. И знаете, на простом языке, что хочу сегодня пояснить. Я не знаю, пропустят это видео. Но мне важно это сказать. Мне важно сказать о том, что вот вчера американский президент прибыл в Польшу и говорил там определенные красивые слова. У него была официальная версия о том, чтобы поддержать украинских беженцев и неофициальная версия. Кинуть в общий котел еще одних славян. Байдена не жалко. Возбудить поляков чехов хорватов и так далее и так далее и так далее. И речь идет только о славянах. Их возбуждает идти на войну. Вооружают их самовременным вооружением. Вооружают со современной экипировкой. Ракетами. 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 И так далее и так далее. И так далее и так далее. И толкают на войну. И подбутват за война против России. Срещу Русия. Так же будут уходить сотни ракетки на Украину. Срещу така. Ще хвылят стотицы ракетей вверху Украина. Байден очень щедр. И Байден немного щедр. Какая его задача? Я хочу сказать сегодня такими словами. С такими думами Байден готов воевать до последнего украинца до последнего поляка до последнего чеха до последнего серба до последнего черногорца до последнего славянина до последнего славянина. Какая задача? Как вам моя задача? Уничтожить славян. Да уничтожить славяните. Всех славян. Понимаете? И русских, и украинцев, и всех славян. И вот моя сегодня проповедь, это крик души. Славяне, прославьте Бога. Как вы можете прославить Бога? Славяне, от слова слава. Вы можете прославить Бога тем, что просто остановите эту войну. Просто сложите оружие. Скажите, я больше не буду воевать. В этой безумной войне. Вы знаете, есть библейская одна истина. И она говорит о том, что когда-то апостола взяли, давайте мы откроем это место, чтобы не быть голословными. Оно описано в книге Деяния. Четвертая глава. С восемнадцатого стиха. Вот у семнадцатого стиха. Можно мне водички немножко? У меня что-то сегодня. С восемнадцатого стиха. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Фарисеи схватили апостолов. Фарисеи схванили апостоли. Петра и Иоанна. Петер и Иоанн. После того, как они совершили чудо. Парализованный вскочил. Парализован человек искочил. После их молитвы начал скакать и славить Бога. Но Петр и Иоанн. Обаче Петер и Иоанн. Сказали им в ответ. Им казаха. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем говорить того, что видели и слышали. Они же, прекрасив, отпустили их. И не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорил. Говорили им священники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос Богу и сказали. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа, на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод, и понти пила с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим, со всей смелости говори слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили слово Божие. Как? С дерзновением. Аминь. И знаете, вот это место говорит о том, что когда властимущие, че когато тези, които имат власт, что-то делают, что не соответствует Слово Божие, что идёт в разрез Писания, что идёт конкретно против Бога, мы не обязаны это исполнять, и мы не обязаны этому подчиняться, потому что мы в первую очередь рабы Божии, мы слуги Иисуса Христа. Апостоли дали нам пример. Кого нам больше слушать? Бога? Или человека? И мы сегодня видим страшную политику. Настоящие сатанисти приходят в власть. И начинают нам диктовать условия, которые идут против Христа. Как бы я назвал в эту войну, которая уже идёт, я скажу сегодня, это лично моё откровение, и это лично моё убеждение, это война, че тази война христопродажная. Я говорю это прямо и смело. Христопродажная война. Она против Христа. И вы солдаты, офицеры. Вы больше не обязаны исполнять приказы, которые принуждают вас убивать мирные граждане. Идите на своих братьев. Идите против своих отцов. Идите против своей крови. То, что вы сейчас делаете, оно против Бога. Остановитесь. Христом Богом прошу. Остановитесь. Кто-то может сказать на это аминь? Вы знаете, я сегодня хочу спеть одну песню. Я когда-то её пел. Потом долго не пел. И след това не я пях долгое время. И забыл её немножко. Поэтому я сегодня буду немного подглядывать. Это песня Геши Ушовца. Это один из моих любимых христианских поэтов. Исполнители христианских песен. И песня его называется на селом Течея-Река. Геши написал эту песню в 2009 году. И она в моём представлении оказалась абсолютно пророческой. То есть всё, о чём Геша пел и поёт, оно сегодня вот на наших глазах реализуется. Сейчас я немножко подготовлюсь. Просьба подготовить клип. Мы будем молиться сегодня за ситуацию в Украине. Пока я буду петь эту песню. Пока мы будем смотреть на вот этот клип. И эта песня, она обращена ко всем славянам. Потому что всё перемешалось. И славяне виновны сегодня. Я хочу сказать, виновны со всех сторон. Со всех сторон сегодня льётся ложь и пропаганда. Но мы христиане призваны слушать только Иисус Христос. И читать Евангелие. И вот в этой песне звучит вот это обращение. В ней звучит одно обращение. Я немножко так опишу, потому что они все понимают украинский. Малко что упишут, за что-то не всички разберут украинский. И чтобы вы поняли, о чём песня. Разберите, за какво песен то. Там над селом течёт какая-то река. Там над селом течёт какая-то река. Эта река, она какая-то немного странная. И та же река, ямалко, странно. Она не синего цвета. Тя не с синего цвета. Какого цвета? Какой цвета? Она цвета крови. Цвет на кровь. Багровая река. Червей на река. И эта река славянской крови. И та же река на славянской крови. И просто она вот так сейчас течёт. И просто сега се излива. И се леет. И в припеве такое обращение. И в припеве има одно обращение. Утекай земли на небе. Да се изтича от земята в небе. Мы не призваны защищать принципы земных государств. Мы не призваны защищать права неба. Ние сме призваны да защитаваме правата на небето. Мы граждани неба. Ние сме граждани на небето. И мы призваны разширять царство небесно. И ние сме призваны да разширяваме царството небесно. Мы живем по принципам Иисуса Христа. Мы не живем по принципам Путина. И мы не живем по принципам Байдена. И не живем по принципам Зеленски. И не живем по принципам Зеленски. Мы призваны да живем только по принципам Иисуса Христа. Тогда наши души имеют шанс спастись. И в конце я немножко спою и на русском языке, чтобы всем было понятно. Утекай с земли на небо, там и место, там и место, где ничего уже не треба, там не будет скрутно тесно. Утекай с земли на небо, там и место, там и место, где ничего уже не треба, там не будет скрутно тесно. Ой-я, ла-ла-ла-ла, ой-я, ла-ла-ла-ла, ой-я, ла-ла-ла-ла, ой-я, ла-ла-ла, ой-я, ла-ла-ла, ой-я, ой-я. А наша доля не мне, а мигукаем счастья де-то де, достала сердце камене, Стану я к зализу тверде Мы не верою ничем Порубали сердце Боговим И в крови его течем И то наша дорога Утекает с земли на небо Там и место, там и место Где ничего уже не треба Там не будет круто, тесно Утекает с земли на небо Там и место, там и место Вин простив нам, вин пробачив Той ничего уже не треба Над селом течет река Над хуторами, над хатами Как сжимаются сердца От войны, чтоб между братьями Очень дивна та река Течет красными накатами Кровь славян здесь так текла Бог прости, нас виноваты мы Утекает с земли на небо Мы предали здесь Христа Бог прости, нас виноваты мы Утекает с земли на небо Там и место, там и место Вин простив нам, вин пробачив Той ничего уже не треба Утекает с земли на небо Там и место, там и место Мне ничего уже не треба Там не будет скрут натисно Ой-я, ла-ла-ла-ла-лай-ла Ой-я, ла-ла-ла-лай-ла Ой-я, ла-ла-ла-лай-ла И мой призыв сегодня Солдат Даже если ты отдашь свою жизнь За то, чтобы война остановилась Это будет стоить того Офицеры призывают тебя Остановись Даже если вы сложите руки в оружие И вас отдадут под трибунал Это не жалко Ради такого Славяне прославьте Бога Пусть погибнут солдаты Пусть их отдадут Всех не расстреляют Всех не отдадут под трибунал Но когда война остановится Вы, славяне, прославите этим самым Бога Потому что Сейчас убивают славян Завтра возьмутся еще за кого-то Но это страшно Вы идете сейчас на поводу дьявола Покайтесь, смиритесь под крепкую руку Божию Противостаньте дьяволу И убежит от вас Это все Пусть Бог вас благословит в этом И даст вам для этого силы И смирения, и мудрости, и любви Аллилуйя Аминь Аплодисменты 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 Аплодисменты